Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги Паралипоман, он первый. Для библейского портала экзегет я читаю перевод российского библейского общества. Ну вот, до сих пор была такая пирамидка, да? Сначала все человечество, потом Израиль, Иуда, царь Давид, его потомки. Ну а кто у нас остался за бортом? Ну вот, даже и про Калин Иуда не рассказано подробно, только про Давида. И нужно привести, конечно же, родословие всех остальных иудеев, а потом и всех остальных израильтян для полноты картины. Вот даже перечисление имен скучное, которое мы обычно пропускаем, когда мы читаем Библию. Кто эти книги Паралипоман вообще берет в руки? Наверное, тот, кто не понял, что они такие своеобразные. Ну и мы с вами, пытаясь в них найти что-то значимое и ценное, тоже их сейчас читаем. Но еще некоторое количество имен. Значит, вот династия царя Давида уже появилась и описана. Вокруг него целое большое племя Иуды. Потомки Иуды. Парец Хицрон Кармиху Рушевал. У Реаи сына Шевал родился Яхот. У Яхот родились Ахума и Лахот. Это Рады Цуратян. То есть это еще родовая структура общества. Каждый помнит, чей он потомок и кто кому родственник. Вот сыновья Итама. Израэль, Ишма, Итбаши, сестра их по имени Хацлел Пони. Как они ее, интересно, сокращенно называли. А также Пенуэл, отец Гидора и Эзер, сын Хуши. Вот потомки Хура, который был первенцем Ифраты и отцом Вифлеема. Смотрите, сначала царь Давид, а потом его родной город Вифлеем. Откуда, собственно, род этих самых Вифлеемлян взялся? У Ашхура отца Атыкоа были две жены Хила и Нара. Нара родила ему Ахузама, Хеферат Имни и Ахаштари. Это сыновья Нары, сыновья Хелы, Церы, Цохара и Этнан. У Гоцы родились Ану в Ицовеева, а от него же произошли роды Ахархела, сына Харума. Яабец был самым уважаемым среди своих братьев. Его мать дала ему имя Яабец, говоря, я родила его в муках. Ну, понятно, что это имя здесь созвучно слову муки, боль, эцов на древнееврейском языке. Яабец. Не так, что прямо сильно похоже, но что-то есть. Яабец возвал к Богу Израилю. Если бы ты благословил меня, если бы расширил мои владения, если бы ты поддержал меня и охранил от зла, чтобы не ведал я муки. И Бог дал Яабецу то, о чем он просил. Так падает ниоткуда такая история, да? Читаем множество имен. Кто такие? Зачем нам нужны? Абсолютно незачем. Вдруг Яабец. Он родился в муках, он возвал к Богу Израилю. Избавь меня от мук. Человеку дали имя, чтобы он мучился всю жизнь. А он говорит, нет, Боже, избавь меня, и Бог его услышал. Зачем? Зачем эта история? Может быть, показать. Вот есть великий царь Давид, о нем еще ничего не сказано, хотя все и в родословии приведено. Дальше будет долго и подробно. А вот эти имена, и они проскакивают, проскакивают, проскакивают. Вот сегодня есть такой популярный жанр в документалистике, даже и в художественном кино или в литературе. Берется история простого человека. Вот есть там великие полководцы, цари, знаменитые писатели, ученые. А есть простой какой-нибудь человек, который, допустим, на войну пошел, или даже с ним ничего такого особенного не случалось. Вот как он жил? Что с ним было? Он ведь тоже радовался, страдал, что-то с ним происходило. Иногда очень поучительное. Появляются художественные произведения, которые описывают жизнь простых людей. В общем-то, не так давно они появились, всего несколько столетий. До этого цари всякие, там славные полководцы, святые. А вот история какой-нибудь простой женщины или простого мужика из деревни. Вот и Еабес, оказывается, в Библии такой, да? Никто из ниоткуда. А ведь что-то в его жизни было примечательно. Он страдал, мучился, боролся, возвал к Богу и получил то, чего искал. Думаете, один Давид такой? Вокруг него такая, знаете, ботва, как презрительно называют простых людей, вот такие крутые персонажи, не очень чтущие законы. Нет, а не каждая личность. Может быть, прежде Давида на этого Еабеса надо посмотреть, чтобы понять вообще, что с Давидом происходило, потому что что-то похожее произошло. В другом масштабе, да, но похожее. У Килуа, братом которого был Шуха, родился Мехир. Мехир — отец Иштона. У Иштона родились Бетрофа, Пасеях и Техина, отец Ирнахаш, это жители Рехи. И у каждого тоже своя какая-то жизнь. Ну, не хватит никакого объема, это все рассказывает. По какому принципу отбирал автор историю Еабеса, я не знаю. И спросить уже не у кого. Потом Кекеназа, от Ниэла Сырая. Сыновья от Ниэла, Хатат, Уменаутай, родился у фрау Сырая, родился Иоав, который был отцом жителей Га-Хорошима. Названо вот так, потому что они были ремесленниками. Буквально это Ге-Хорошим, буквально долина ремесленников. Вот, надо же, основали какой-то город. Город мастеров. Есть такое, у нас обычно так называются какие-то ярмарки, на которых продают разные подделки и товары. А у них прям целая долина была мастеров. Надо же, вот какой-то мир, который ушел. И вот сквозь кучу имен проглядывают подробности, и мы понимаем, что эти имена не бессмысленные списки, а жизни. За каждой вот такой вот фразой стоят жизни. Сыновья Калеву, сыновья Ифуне, сыны Ифуне, Иру, Элай, Наам, сыновья Илык и Наз. Сыновья Ихаллела, и Халлела, да, видите, уже язык заплетается. Зиф, Зифа, Тирия и Асарел. Сыновья Эзры, Иетер, Мерод, Эфер и Алон. Вот сыновья Бытии, дочери фараона, которую взял жены Мерод. Она зачала и родила Мирьямах Шама Ишбааха, отца Иштемуа. Дочь фараона вот попала в эту генеалогию, да? Оказывается, какие знатные дамы иногда приезжали в Израиль. Жена Мерода Иудеянка родила Иерода, отца Гидора, Хевера и отца Сухо, и Кутиэла, отца Заноаха. Потомки жены Хадии, сестры Нахама, были отцы Киилы, Гармитянина и Иштемуа Маахейца. Видите, какие-то вот знаменитые женщины, причем однознатные, потому что она дочь фараона, а какие-то просто, наверное, такие примечательные женщины. Вот что-то они или хорошее сделали, или просто попали. Потому что, надо сказать, эта история в основном про мужчин, но ведь и женщины в ней принимали участие. Сыновья Шимона. Амнон, Ринна, Бахана, Натилон. Потомки еще Зохет и сын Зохета. Потомки шилы сына Иуды. Эр, отец Лыхи, Лада, отец Мореши. Роды тех, кто выделывал дорогие льняные ткани, клань Ашбии. Ио Ким, жители Кызывы, Иоас и Сарав, которые господствовали над мавитянами, жившими в Лехе. Дела давние. А то и говорить об этом. Видите, какие-то вот подробности, какие-то осколочки истории. Выделывали дорогие ткани, господствовали над мавитянами, жившими в Лехе, не везде, а только там. Они были горшечниками, жили в Натаиме и Гедере, состояли у царя на службе. Пройдут тысячелетия, что останется от нашего времени? Кто был горшечником, состоял у царя на службе. Чуть ли не на одном уровне с великими подвигами. Странно. Такое ощущение, что выхватывает, как луч фонаря, в каком-то огромном темном помещении. Вероятно, много всего вдруг луч фонаря выхватывает крохотную деталь. Почему именно это? Может быть, дает нам ощущение действительно этого огромного пространства, заполненного живыми фигурами, разными событиями. Просто чтобы мы не забывали, насколько оно велико. Сыновей Симеона Немуэл, Ямин, Яриф, Зерах и Саул. Мы пришли к племени Симеона, и понятно, что появляются другие имена. Сын Саула Шалум. Сын Шалума Мифсам, сын Мифсама Мишма. Сыновья Мишмы Хамуэл, сын Хамуэла Закур, сын Закура Шеми. У Шеми было 16 сыновей и 6 дочерей. У его братьев сыновей было немного, и весь их род был не столь многочислен, как род сынов Иуды. Но да, племя Симеона довольно маленькое. Жили они в Бершеве, Мулладес, Хацар Шуале, Белхе, Эце, Метолазе, Бетуэле, Хорме, Циклаге, Бетмарковоте, Хацар Сусиме, Бетбери и Шаарайме. Это их селение, в которых они жили еще до царства Недавида, и хутора вокруг них. То есть структура тогдашнего общества, израильского городок, иногда очень небольшой вокруг него. Слово «хутор» мне не очень нравится, я перевел лучше «селение». Вокруг него какие-то сельскохозяйственные угодья. Ну вот, это даже не райцентр, это, знаете, большая деревня, и вокруг нее несколько хуторков, наверное, поэтому слово «хутор» было выбрано. И они все вот к этой деревне относятся. Вот и все перечислены. Это Амайн, Ремонт, Тохин и Ашан. Ашан, конечно, не тот, который сейчас торгует. Еще пять селений, а также все хутора, что находятся неподалеку от этих селений, вплоть до Баалы. Видите, опять на особицу. Вот какая-то есть такая основная территория, а есть такие выселки. Вот места, где они жили, их родословие. Кто где жил у нас? Вот я не про всех своих предков знаю, кто из какой деревни, например, или из какого города. А тут вот это зафиксировано. Тут вот родовое такое традиционное, по-хорошему, общество, где действительно об этом помнят. Их роды весьма разрослись. В поисках пастбищ для скота они доходили до Гидора, до восточной части Равнины. Тоже мы не очень себе представляем, где это сейчас. Ну вот, искали новых пастбищ, да. Но где? Куда? Там они нашли тучные, хорошие пастбища, обширные земли, на которых царил мир и покой. Прежние жители этой страны происходили от хама. То есть, израильтяне вытеснили или перебили хананеев. Ну вот, во многом это объяснялось тем, что хананей потомки хама. У него был сын Ханаан, и вот хам проклят Ноем. Поэтому, может быть, сегодня это абсолютно не парит корректно и вообще какая-то вот такая теория, отдающая всякими нехорошими современными словами. Но важно было подчеркнуть, мы вот только этих, вот только тех, которые как бы изначально нечисты. Ну, так люди тогда это видели. Те, кто выше был перечислен по именам, пришли туда во времена иудейского царя Зекии. Они уничтожили становящие потомков хама и Меунеев. Предали их заклятию и истребили. Заклятие мы много раз встречали в основном в книге Иисуса Новина. Это, собственно, не когда что-то уничтожают в порыве ярости, а когда что-то отдают Богу и считают это невозможным вот на этой земле. Как правило, это связано с языческими культами, поэтому это уничтожают. До сих пор они сами живут на их месте, ведь там пастбище для скота. Пятьсот человек из них, из сыновей Симеона, пришли к сирским горам. Во главе их стояли сыновья Иши, Пилатия, Нария, Рафая и Узел. Они перебили последних уцелевших амарикитян и до сих пор живут там сами. Вот какие боевые потомки Симеона. Маленькое племя, но отвоевывает себе территорию у окрестных языческих народов, когда им становится тесно. В следующих главах будут другие племена израильтян. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ